Итак, теперь нам нужно создать баннер слайдер. Вот внизу вкладка есть Smart Slider. Переходим. Здесь новый слайдер. Размер 867 указываем. Ширина и высота 374. По умолчанию оставляем создать. Теперь добавить слайд, изображение. И у меня все изображения уже загружены. Вам нужно подгрузить изображение расширением 867 на 374. Ну или примерно такого. Вот эта фотография. Видите 867 на 374. Загружаем. Вот, короче, главное, чтобы расширение, разрешение было вашего изображения такое, какое у слайдера. Если будет не такое, то будет либо расплывчатое, либо растянутое, либо суженое. Ну вот, нехорошо будет выглядеть. Теперь, значит, видите, мы добавили изображение. Наводим на него редактировать. И открывается панель по уже, по-моему, с макетом вот этого изображения. Нам нужно добавить лишь кнопку сюда. Вот слева панели, тут заголовки есть. Ну, в принципе, разберетесь. И слева вот слой кнопки. Делаем слой кнопки. Называем «Перейти в каталог». Далее переходим во вторую подскладку, где настраивается внешний вид. Тут, в общем-то, смотрите, тут получается цвет фона не зеленый. А нам нужно вставить маркировку нашего того цвета, который мы используем для всех выделений в сайте, но без знака решетки. Вот. И за пределами кликаем. Пожалуйста. Также нам нужно границу поставить, ну, то есть рамку поставить один пиксель. Так. Давайте поставим два пикселя. Вот, черный, отлично. И шрифт наверх поднимаемся. Цвет шрифта меняем на черный. Вот. Сделаем тоже его, может быть, выбираем жирным. Вот, отлично. И теперь, вот видите, вот тут рамочки есть такие. Давайте размер сделаем по кнопке, да. И перейдем, где вот третья вкладка, где колесо. Вот позиция, да. Максимально слева. Выберем сейчас. Закроем. И тут, смотрите, кликаем по... Сейчас понайду этот слайдер. Вот. Видите, маркер слева. Мы его чуть-чуть сюда подтянем. Ну, в принципе, так нормально. Да, все отлично. Сохраняем. Пожалуйста, мы создали наш баннер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.